Как устроен бизнес компании Visa, на чем она зарабатывает и стоит ли покупать ее акции? Друзья, всем привет! Вы на канале InvestFuture. Сегодня распаковываем компанию Visa. Это американская транснациональная корпорация, которая предоставляет услуги в области проведения платежных операций. К платежной системе компании подключены люди и бизнесы более чем в 200 странах мира, а на конец 2019 года в мире насчитывалось почти 3,5 миллиарда пластиковых карт, на которых нанесен логотип Visa. Начинаем, как всегда, с истории компании. Здесь она довольно интересная. Итак, история Visa как таковой связана с появлением такого инструмента, как кредитная карта. И причем эта история началась задолго до появления интернета. Первые кредитки это картонные карточки. И появились они в начале 20 века, как следствие бурной конкуренции между американскими нефтяными компаниями. Бизнесы пытались удержать клиентов и стали предоставлять им ну вот такие карты лояльности, как мы сегодня это называем. А потом присоединились и сети отелей, и магазины. И владея такой картой, клиент, помимо прочего, имел право на получение скидки и на отсроченную оплату. Но у этой системы было, конечно, много минусов, потому что клиент имел целый ворох таких карточек. И, кроме того, для бизнеса это тоже была определенная бумажная волокита. Дальше появилось жизнеспособное и более современное решение. Это карты от Diner's Club и от American Express, которые позволяли питаться в ресторанах, покупать путевки в кредит. А первой карты широкого использования стала Bank of America. Как несложно догадаться, она была выпущена Bank of America в 1958 году. Главное отличие этих карт это появление третьей стороны, то есть банка или организации, которая по факту оплачивала покупку клиента, а потом уже выставляла ему счет. И примерно в это же время уже начали появляться пластиковые карты с магнитными полосами, что сильно упростило систему учета. И, кстати, технология была разработана небезызвестной компанией IBM. Когда банки поняли, что кредитные карты это выгодно, потому что можно брать комиссии и проценты, этот бизнес пошел наверх и начался самый настоящий бум. Bank of America был лидером на этом рынке и начал выдавать лицензии другим банкам, которые хотели пользоваться его платежной системой. То есть Bank of America стал таким вот франчайзером в этом бизнесе. Были банки, которые с Bank of America работать не хотели, хотели составлять конкуренцию. И они, конкуренты, организовали ассоциацию под названием The Interbank Card Association, которая позже сменила название на MasterCard. На сегодняшний день это крупнейший конкурент компании Visa. Ну а у Bank of America было много проблем, в том числе связанных и с лицензиями. Бизнес оставался убыточным и нахождение Америка в названии карты мешало выходу на международный рынок. В итоге происходит реструктуризация вот этой франчайзинговой модели в ассоциацию по типу MasterCard. Bank of America в итоге из этой ассоциации вышел, продав свою долю, а сама ассоциация в 1976 году получила, как вы уже наверное догадались, название Visa. В чем заключается суть бизнеса компании? Давайте разбираться, потому что многие до сих пор считают, что компания это что-то вроде банка, который выдает кредиты, открывает счета, выпускает карты, зарабатывает на комиссиях. Будем разбираться, так ли это на самом деле. Итак, давайте рассмотрим на простом примере, когда вы приходите в магазин и покупаете мороженое. Тут у нас будет 5 шагов. Вы подходите, кладете мороженое на кассу и подносите свою карту к платежному терминалу. Второй шаг. Информация о сумме сразу же передается в банк Эквайр, с которым работает продавец. Третий шаг. Банк Эквайр через Visa.net отправляет информацию о том, что мороженое стоит 100 рублей эмитенту карты, банку эмитенту. Четвертый шаг. Банк в свою очередь проверяет, есть ли у вас на счете это огромная сумма, 100 рублей за мороженое и отправляет ответ банку Эквайру снова через Visa.net. И на пятом шаге, если все нормально, если деньги есть, то денежные средства списываются, а вы с чистой совестью, заплатив за мороженое, уходите из магазина. То есть, смотрите, любой платеж, который совершает клиент при помощи Visa или MasterCard, системы работают в принципе одинаково, включает в себя 4 стороны. Это терминал продавца, это банк Эквайр, это банк эмитент карты и собственно платежная система. Процесс, который мы только что обсудили, включает в себя 3 составляющие. Это авторизация, клиринг и непосредственно перевод денег. Visa берет относительно небольшую комиссию за эти услуги, которая в среднем составляет 0,1%, в то время как банк Эмитент карты и банк Эквайр делят между собой еще 2% от суммы транзакции. То есть, когда вы покупаете мороженое за 100 рублей, на самом деле до продавца продавца удивительным образом доходят там только порядка 98 рублей. В мире, как вы понимаете, совершается огромное количество платежей. И эти скромные, на первый взгляд, 0,1%, которые забирает компания Visa, превращаются в солидную сумму, которая приносит компании 35% выручки. Это направление называется Data Processing Revenue. Дальше. За подключение к этой сети тоже логично было бы брать плату, что платежная система и делает. Эта статья доходов называется Service Revenue и приносит Visa еще 33% выручки. Ну и мы понимаем, что выручка по обоим этим сегментам будет зависеть от количества транзакций и от объема платежей. Поэтому, чем больше денег люди, соответственно, прогоняют через систему, тем больше компания зарабатывает. И есть еще третья большая статья выручки. Это International Transaction Revenue, международные транзакционные доходы, комиссия за конвертацию валют и трансграничные платежи. Это 27% выручки компании Visa. Ну, есть еще крошечная статья доходов, которая включает в себя выручку от так называемых добавляющих стоимость сервисов, таких как консалтинг, сертификация, лицензирование, услуги для обладателей премиум-карты и прочие разновидности услуг. Теперь поговорим про финансовое положение компании Visa. Ну, что сказать. В целом, здесь наблюдается такой устойчивый растущий тренд. Средние темпы роста выручки за последние 5 лет составили 12,5%, а прибыли более 17%. И тот факт, что прибыль растет быстрее выручки, уже является хорошим позитивным сигналом и говорит о том, что менеджменту удается повышать маржинальность своего бизнеса с каждым годом. Но тут, конечно, нужно понимать, что определенную роль играет и инфляция, потому что объем платежей увеличивается с естественным подражанием товаров. Но так или иначе, в 2019 году маржа чистой прибыли превысила 50%, 53% почти, а РОА превысил 17%. Результаты действительно впечатляют, и они связаны с одним устойчивым трендом. Это, конечно же, цифровизация и уход платежей в онлайн. Если во втором квартале 2015 года через VisaNet проходило 25 млрд транзакций на общую сумму 1,2 трлн долларов, то во втором квартале 2020 года эти значения достигли 51 млрд и 3,5 трлн соответственно. То есть мы видим двукратный рост фактически за 5 лет. При этом помимо выручки и прибыли растут и активы компании, что, в принципе, вполне логично. Рост планомерный, а соотношение долга к активам находится на довольно стабильном, приемлемом уровне в 50%. При этом в 2016 году у компании был заметный скачок долга. Это произошло на фоне присоединения Visa Europe к американской Visa Inc. и основания единой компании, которую мы сегодня и знаем. Если говорить о коронакризисе, то в целом он, конечно, оказал влияние на компанию, но критичным его назвать нельзя. Мы видим, что чистая прибыль составила почти 6 млрд, что на 7% больше, чем во втором квартале 2019 года. Я сейчас сравниваю второй финансовый квартал 2020 года с вторым финансовым кварталом 2019 года, чтобы было понятно. При этом за этот период худший результат показали трансграничные переводы. Это понятно, потому что люди самоизолировались, сидят дома, границы закрыты, и не будет брони отелей, билетов, каких-то, не знаю, магнитиков из других стран и так далее. По поводу мартовской паники распродажи. Виза, конечно, падала почти на 40%, но также быстро ее и выкупили. То есть здесь мы увидели такое чистое V-образное восстановление, такой вот каламбур получается. При том, что, кстати, в кризис 2008 года виза падала на почти 60%, и тогда ее тоже достаточно быстро по отношению к падению откупили. Почему виза себя довольно устойчиво чувствует во время коронакризиса? Логично, потому что ядро бизнеса, в принципе, не пострадало. И даже наоборот, люди предпочитают сейчас расплачиваться картами и меньше использовать кэш, потому что кэш может стать причиной заражения. Ну, обратите внимание на то, что с момента IPO компания подорожала более чем в 13 раз, тогда как индекс S&P за это же время вырос всего лишь на 137%. То есть компания достаточно дорогая уже сейчас. Итак, разобрались, сколько денег компания зарабатывает и каким образом. Поняли, что бизнес маржинальный. Убедились, что выручка и прибыль компании стабильны и находятся в постоянном восходящем тренде, и кризис, в принципе, не так уж ей и страшен. Теперь давайте разбираться, на что компании виза деньги тратят, заработанные. Итак, хоть и не самая большая, но очень важная статья в расходах компании – это поглощение и приобретение стартапов. Ну, я думаю, вы понимаете, что сфера финтеха сейчас развивается очень быстро, и для того, чтобы выжить в этой конкурентной среде, нужно быть, конечно, очень проворным. И в условиях, когда вот McKinsey агентство уже насчитало не менее 5000 стартапов по всему миру, которые предлагают новые и традиционные финансовые услуги, в мобильном формате визе, конечно, приходится тоже постоянно двигаться вперед и стремиться быть на острие. Потому что либо ты скупаешь все вокруг, пытаясь взять какие-то новые технологии под контроль, развивать их у себя, либо ты просто теряешь долю рынка. И, кстати говоря, в этом году компанию ждут солидные расходы, потому что в январе был подписан контракт на поглощение финтех-компании Plaid, сумма сделки более 5 миллиардов долларов. Приложение интересно тем, что умеет выводить все банковские счета пользователя в едином интерфейсе и работает со многими уже устоявшимися платежными системами и, кстати, криптобиржами. Это сильно ускоряет и упрощает процесс управления своими деньгами. В общем, после поглощения виза получит доступ к важной и быстро растущей базе клиентов и сможет, соответственно, наращивать свою долю рынка. Второе, на что уходят деньги виза, это выплата дивидендов. Она направляет на дивы не более 20% от чистой прибыли. По результатам 2019 года направила 17%, это 2,3 миллиарда долларов. При этом компания осуществляет выплаты ежеквартально и при текущей цене в 200 долларов за акцию дивидендная доходность едва приближается к 0,6% в год. То есть это абсолютно мизерные дивиденды и не потому, что компания мало платит, а потому, что она очень дорого стоит на рынке. Ну и третий момент, это обратный выкуп акций. Почти 70% чистой прибыли виза направляет на обратный выкуп, на байбэк. Это данные за 2019 год. И такая политика, конечно же, это один из драйверов роста котировок. Ну, на самом деле тут можно рассуждать, что лучше обратный выкуп или высокие дивиденды, потому что в принципе мы видим, что когда компания выкупает акции, они растут. И для инвесторов это тоже хорошо, а еще при этом не нужно платить налоги. Но с другой стороны, конечно, если говорить про долгосрочных инвесторов, здесь все-таки приятнее видеть живые дивиденды. В общем, виза выплачивает практически все, что она зарабатывает, но компания оценивается настолько дорого, что дивиденды представляют собой сущие копейки. Причем это не фигура речи, а действительно так. Бизнес хороший. И что важно, компании есть куда расти, потому что по заявлениям Всемирного банка примерно 1,7 триллиона людей во всем мире лишены привычных нам финансовых сервисов. Многие жители стран, развивающихся рынков, вообще никогда не пользовались банковскими картами, а продолжают вести расчеты за наличные деньги. Да что уж там, даже в США есть потенциал для роста, потому что Федрезерв говорит, что четверть всех покупок в стране по-прежнему совершается за наличные средства. Ну и кроме подключения всего населения к виза.нет, у компании есть перспективы и в B2B сегменте, объем платежей на котором составляет 100 триллионов в год. В то время как виза пока получила на себя только триллион. И конечно остается открытым вопрос, сумеют ли виза и мастер-карт занять вот эти вакантные рынки, либо же все-таки криптовалюта здесь станет победителем. Но это отдельная большая тема для обсуждения. Я думаю, что если это и произойдет, то достаточно не скоро. Что вы думаете, пишите пожалуйста в комментариях. Есть ли вообще, на ваш взгляд, перспективы у платежных систем в современном мире, которые не построены на блокчейне? Ну так или иначе есть и платежные системы, которые уже сегодня являются очевидными конкурентами. Я сказала, что их по сути уже более пяти тысяч. В их числе такие компании как PayPal, Skrill, Square. Но все-таки пока это не сопоставимые объемы. Для сравнения, PayPal пропускает через себя 191 миллиард долларов в квартал, а виза 3,5 триллиона. Конечно, это совершенно разный порядок цифр. Теперь давайте перейдем к выводам. Какие есть сильные стороны у виза? Почему она может привлекать инвесторов? Во-первых, это очень маржинальный и устойчивый бизнес, который хорошо показывает себя в кризисе. Кризисы, прошу прощения, прибыль защищена по большому счету от каких-то неприятных ситуаций. Даже таких, какие мы наблюдали сейчас. А финансовые показатели, котировки растут практически непрерывно у компании. Вторая сильная сторона – это растущая популярность финтеха. И виза здесь себя чувствует хорошо. Если появятся какие-то угрозы для бизнеса, то виза сделает все, чтобы либо эти угрозы выкупить, либо к ним адаптироваться. И у нее есть достаточная мощность, чтобы это действительно сделать не на словах. К слову, там тот же блокчейн, токенизация уже вовсю используется компанией виза. Ну и третий момент для визы, развивающейся рынки. Это большой потенциал. И виза и мастеркард сейчас активно за эти рынки борются. Например, разработана уже технология оплаты по QR-коду. Визу, которая не требует от предпринимателей покупки дорогих терминалов. Но при этом позволяет перевести платежи в безналичный расчет. Вот такие технологии могут позволить покорять новые рынки. Но какие есть недостатки? Может быть, все-таки эту бумагу брать не стоит. Я вижу два основных. Это, во-первых, конечно, переоцененность компании. Потому что, если взглянуть на мультипликатор, если взглянуть на график, понятно, что да, дорого. И в этом контексте дивиденды, конечно, смотрятся ничтожно маленькими. И второй момент – это все-таки риски того, что блокчейн покорит мир. Потому что, например, криптоэнтуясты считают, что внедрение блокчейна в визу или какую-то конкурентную компанию невозможно априори. Потому что это нарушает принцип децентрализации. Как-то так. Мы, друзья, постарались вам рассказать, в чем сильные и слабые стороны. Ну, а решение о том, интересно ли вам такую компанию держать в своем портфеле, конечно же, вы принимаете самостоятельно. Ну, и предвосхищая вопросы о том, что лучше брать – виза или мастер-карт, я думаю, что эти компании сопоставимы. У них немножко разные позиции, потому что мастер-карт все-таки меньше, но у нее выше темпы роста. С другой стороны, виза, ну, вот по объему платежей, она практически в два раза обгоняет мастер-карт. У нее выше выручка на транзакцию, у нее выше маржа. Но, с другой стороны, мастер-карт, наверное, имеет какие-то лучшие перспективы по именно темпам развития. Так что бумаги хорошие, обе две, как говорится. А уж что выберете, это на ваше усмотрение. Жду ваших комментариев по акциям виза, по акциям мастер-карт, может быть, других платежных систем. Что держите в портфеле, почему, может быть, наоборот, готовитесь продавать. Давайте об этом побеседуем, я внимательно читаю все комментарии. Спасибо, что досмотрели до конца. Лайк, подписка, колокольчик, если понравилось наше видео. Также не забывайте, что у нас в рубрике «Распаковка» было уже разобрано много других замечательных компаний и акций. Я оставлю ссылку на плейлист с распаковкой в первом закрепленном комментарии. Спасибо, с вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Всем пока!